Приветствую вас. Ну, вы знаете, если отвечать на ваш вопрос чисто вот с точки зрения психологии, да, то есть вот почему ваша мама ведет себя именно так, именно таким образом, подобным образом, то я думаю, что ответ будет такой. Это ее защитная реакция. Вот знаете, когда человек как-то вот, ну, чего-то очень сильно отрицает, чего-то очень сильно боится или что-то неприемлемое для себя. Раздача – дисгармония. Дисгармония характеризуется всегда практически дефицитом. Дефицит уверенности, дефицит счастья, дефицит реализованности. И, по сути, получается так, что ваша мама, она не приемлет никакого мнения, кроме своего, да, вот только, по сути, потому что боится, ну, боится вот она его принять, потому что, если она его примет, то выяснится или окажется, не дай бог, что другие вещи, в которых она тоже ранее была уверена, оказались совершенно не такими, на самом деле, оказались совершенно другими, и, значит, ей нужно будет менять всю свою позицию, ей нужно будет менять все свои взгляды, а это для человека, которым является ваша мама, я имею в виду человеком относительно, там, таким, наверное, уже пожилым, да, человеком, человеком в возрасте и так далее, это очень тяжело для вашей мамы. И вот, собственно, на самом-то деле в этом основная проблема заключается, что ваша мама просто не может принять, не может признать, что она не права именно по той вот простой причине, что это для нее страшно, она этого боится очень сильно. И еще больше таким образом она почувствует себя, знаете, ну, какой-то, еще больше нереализованной, еще больше несостоявшейся, еще больше униженной, что ли, и так далее, понимаете? А это для вашей мамы, ну, видимо, очень-очень-очень тяжело и трудно, потому что, опять же, у нее, видимо, есть ряд каких-то проблем, которые, ну, просто, вот, не позволяют ей, ну, вот, не дают ей, как-то нормально себя чувствовать. Это первое. Так, второе. Второе, собственно, как бы вытекает прямо из первого и раскрывается через, по сути, то дел понимания того момента, что у вашей мамы есть явно постоянный источник негатива. Вот негатив какой-то у вашей мамы есть, у него много этого негатива, и она с ним просто-напросто не может справиться. То есть я хочу сказать, что его больше, чем она под силом выдержит. И как бы из-за этого, из-за того, что он, вот она не может справиться с негативом, она его прессирует на вас, по сути дела. И это не вы виноваты, не вас это дело, и, в общем-то, не вас она, как вы говорите, ни во что не ставит, а дело в другом. Дело в том, что мама просто-напросто очень страдает. У нее внутри есть очень серьезные противоречия. И эти противоречия, они просто не дают ей покоя. они не позволяют ей быть свободной, они не позволяют ей как-то вести себя достойно, они не позволяют ей принять чужого мнения. И это, по сути дела, несчастный, неуверенный в себе человек, который просто-напросто запутался и изо всех сил старается держать вот такую цену. И у вас на самом деле здесь есть два варианта. Первый вариант, это вы просто-напросто пытаетесь своей маме помочь. То есть ищите причины, по которым она вот так себя ведет. Старайтесь разрешить ее конфликты, разрешить ее противоречия, старайтесь как-то облегчить ей жизнь. И второй момент, это просто-напросто игнорировать ее подобные вещи, ее подобное поведение. И просто понимать, что вашему взрослому человеку его уже не переделать. И думать о том, как бы свою собственную жизнь обстраивать. То есть иными словами, например, приезжать, приезжать, приехать от нее, жить отдельно и так далее, чтобы она не могла вам уже в вашем доме, в вашей квартире, в вашем жилье строить свои по порядке. Но самое главное, чего я вас хочу изговорить это по-моему, чтобы вы не воспринимали поведение вашей мамы именно как направлено на вас, потому что вы в чем-то виноваты. На самом деле, нет. Дело не в вас, не в том, в чем вы виноваты, а в том, что ваша мама большие проблемы, она их проектирует на вас, при этом даже не осознавая этого, не желая, может быть, даже в глубине обеспечения этого, но по-другому, просто-напросто у нее не получается. Вот в принципе, поэтому ваша мама так всегда ведет. Ну и буквально вот просто житейски хотел бы добавить, что ну вот сами подумайте, счастливый человек будет вести себя так? Ну я думаю, нет. Счастливый человек, он гармоничный, он спокойный, он изучает позитив, он пытается помочь другим людям, потому что у него позитив. А человек, у которого дефицит всего-то, человек, который в противоречиях находится, он, естественно, не будет вести себя так, как ваша мама. Потому что конфликт не разрешается, невдовлетворенность не проходит, нереализованность остается, и все это давит на человека, и растает негатив. И через такой вот взрыв, как у вас происходит, через такое поведение, ваша мама ну хоть как-то защищает себя от нервного срыва, от инфаркта и от прочих болезней. Если бы не было этого, она бы точно заболела бы уже очень сильно и давно. Так что в этом смысле можно сказать, что она хорошо делает, что кричит, потому что через крик она выражает свой негатив. Другой вопрос к вам, почему вы интересуетесь поведением вашей мамы, а при этом не обустраиваете свою жизнь, не думайте о том, как бы самостоятельно жить, и не думайте о том, как бы свою собственную жизнь устраивать, а не мамину. Вот там все-таки, как бы там ни было, ваша мама это человек все-таки отдельный, взрослый и так далее. Вот. И отдельно хотелось бы вас спросить, почему вам обидно, что она вам такое говорит? Почему вас это задевает? Я уже сказал, что это к вам отношение лично никакого не имеет, но если вам обидно, значит вас это и внутри как-то задевает, находит отклик, и какие-то струны души в общем затрагивает. И чтобы не было обидно, ну, подумайте, что именно задевает, почему, и сделать так, чтобы не задевало, потому что это, по сути дела, у вас совершенно случайная, травмирующая ситуация имеет место быть, и не имея за этим поведением ничего конкретного, относящегося к вам, вы рискуете себе очень сильно и самооценку понизите, и неуверенность в себе развить и так далее. Вот в этом направлении я тоже рекомендую вам очень серьезно подумать на самом деле. и, если что, обратиться к психологу для того, чтобы именно эти моменты, личные моменты, то, что касается вас, проработать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!